Дорогие друзья, добрый день и добро пожаловать на Шереметьевские пруды. Несмотря на мое стесненное финансовое положение, хотя господин Бастрыкин говорит, что блогеры-миллионеры, но я вот нет. Все-таки мой каналчик выделил средства на получасовую прогулку на лодочке. Для чего? А чтобы мы вместе с вами насладились окрестностями этого Шереметьевского пруда. Если я не ошибаюсь, пруд, дорогие друзья, расположен около телебашни, около телецентра, около ВДНХ, в весьма примечательном районе Москвы. К слову добавлю, что телевидение изобрел Николай Казмич Зворыкин, сын купца Кузьмы Алексеевича Зворыкина. Он, отец, послал сына на учебу за границу, и сын уже не смог вернуться домой, потому что грянула так называемая революция. Кто был ничем, тот стал всем. Но примечательно, что, хотя господин Зворыкин изобрел телевидение в Америке и все такое, первая телевизионная сеть появилась в Третьем Рейхе. Ну, вы все знаете, где у нас находится Третий Рейх, находился, и что это было такое. И телевидение именно там продемонстрировало свою великую мощность, свою страшную силу, страшную-страшную силу в плане порабощения и контроля личности. Мы с вами проедем один круг по этим прудам, дорогие друзья, и я поделюсь с вами некоторыми новостями и своими мыслями. Илья Сачков, компьютерщик, основатель группы IB, получил 14 лет строгого режима за государственную измену. Свою вину он не признал. Я искренне сочувствую этому человеку со светлым лицом. Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. Подписывайтесь, ставьте лайки, друзья, пишите комментарии, и обязательно заходите на второй канал, который я сегодня открыл. Обратите внимание, какой храм прекрасный. Вот, к слову добавлю, у меня только что появилась замечательная мысль. Я готов быть вашим персональным гребцом, если вы согласитесь на прогулку на этом пруду или на каком-либо другом пруду Москвы. Но, естественно, лодка, аренда лодки СВАЗ и так далее и тому подобное. А деньги нужны. А вот Райфайзенбанк, несмотря на то, что банку-то деньги нужны, это специальность банка, отказывается с 1 августа принимать деньги в валюту у граждан Российской Федерации. С чем же это может быть связано? И тут мы вновь и вновь натыкаемся на слово «токсичные». Эти деньги токсичные. Если те, кто затеял аббревиатурную историю в Украине, думали, что это все спишет, нет, не спишет. Какая милая семейка. Они за нами, они погоню устроили. Спасайся от уток. Обратите внимание, друзья, эти кровожадные утки-вампиры не сдаются. Они несутся прямо за нами полным ходом. Прошу прощения. Что ж, и это говорит о том, что Елена Исенбаева, которая обосновалась на Тенерифе и думает, что теперь так и будет работать в Международном Олимпийском комитете и все как с гуся вода. Нет, не так все просто. Действует, как и действовали антикоррупционные законодательства во всех цивилизованных странах. И деньги за границей, деньги в нормальных странах, это такая штука, где ты не можешь просто взять и сказать, вот, у меня есть много денег. Откуда, не скажу. Клад нашел. Бабушку покойную оставил. Забыл, как ее зовут. Нет, так не получится, потому что это называется отмывание денег. И поэтому, дорогие друзья, токсичные деньги – это очень серьезная штука. Ну, именно поэтому я еще раз вновь и вновь говорю всем, у кого есть неправедные деньги, переводите их в золото, в камушки драгоценные, в каменья, скажем так. И так у вас будет хотя бы какая-то надежда попытаться легализовать эти средства. Знаете, я вот так вот смотрю, ходим мы тут вот. Обратите внимание, какая она отсюда огромная, эта башня. Вот этот универсальный инструмент порабощения. Это Кащеева героиновая игла, мощная какая штука. Я вот думаю, а неужели люди верят всему, что говорит эта штукинь? Неужели всему? Вот этот генерал Соболев, он же депутат, взял и сказал, что надо брать и запрещать выезжать тем, кому повестки будут. А то слишком много у нас негодяев. И с этого момента, как Владимир Соловьев сказал про 2%, число 2 превратилось из процентов в разы. То есть негодяев оказалось у нас в два раза больше, чем не негодяев. 300 тысяч человек мобилизовались, а 600 уехали, ретировались. Так получается, если негодяев больше, чем порядочных людей, так может они не негодяи, а может как-то наоборот. И вот я вот так думаю об этом, думаю, думаю. Негодяи или те, кто уехал. Может быть люди просто хотят жить? Просто хотят остаться в живых, дорогие. Друзья, колокольный звон из этого храма прекрасен. Здесь раньше была усадьба Шереметьевых, и она как бы историческая какая-то часть сохранилась. И здесь интересно, чем они так прогневали Творца, что именно здесь воткнули эту страшную, по-настоящему страшную иглу. А по телевизору они будут говорить, что все нормально. Что все как надо. И люди будут слушать и верить. Потому что телевизор, телеизображение использует диагональные лучи, которые проникают сквозь сетчатку, минуя центр анализа в головном мозгу и попадают сразу под корку. Так что человек принимает сказанное из телеящика за абсолютную истину. Но, дорогие друзья, знаете, есть добро, а есть зло. И телевидение – это, конечно, на сегодняшний день проводник некоего абсолютного зла. Потому что несвобода в итоге всегда оборачивается во зло. Такое странное соседство. Совершенно безбожная телебашня и надрывающийся колокольный звон. Пожалуйста, пишите в комментариях, нравится ли вам грибной спорт. А я попробую сейчас максимально быстро, для вашего удовольствия, пересечь этот пруд. Честно вам скажу, я обожаю грести. И на озере Нера, там, где мы были с замечательным оператором, там я даже чуть ли не рекорд, мне кажется, установил. Но греб я очень быстро до кровавых мозолей. Редко мне удается погрести, но это прекрасная штука, замечательное упражнение. А еще я, оказывается, умею рулить лодкой, управлять ей. Там на озере Нера бушевали волны. Там было прям даже страшно немножко. А вдруг перевернемся. А здесь спасательный жилет кажется насмешкой. К слову, если говорить об этимологии, о происхождении, то вот само название Останкино говорит о том, что здесь были останки. Здесь было крупное кладбище. Может быть, это одна из причин, почему теперь в небо смотрит она. Обратите внимание, какой памятник. Сварыкину. Это памятник Сварыкину, создателю телевидения. Знаете, что очень-очень грустно? То, что Сварыкин русский. То, что Сикорский, который уехал и сделал вертолет для Соединенных Штатов Америки, он тоже русский. Как же много, сколько миллионов человек русских, талантливых, лучших, цвета нации уехало тогда, в 17-м, 18-м, 19-м, с Врангелем бежало. Как же много их уехало тогда? Рахманинов. Рахманинов. И как много их уезжает сегодня. Их, кого их? Нас. Тех, кто не поддается гнету вот этой страшной небесной иглы. Храм прекрасен, дорогие друзья. Тех, кто не поддается. Тех, кто не поддается. Про дождь есть много разных примет. И одна из них, если ты отправился в путешествие в дождь, это к добру. Что ж, мы отправились в это плавание в дождь, дорогие друзья. И пусть оно будет к добру. И пусть наш корабль пристанет в конечном итоге к берегам свободы. Пруд этот находится здесь у нас на родине. И посему пусть освободится родина наша прекрасная. Доброго дня! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...